Музыка 15 января в Подмосковье стартовала традиционная послепраздничная акция Подари своей елке, вторую жизнь. Открыто 224 пункта приема новогодних деревьев. Где можно сдать ель в Одинцовском округе? Какова главная цель акции? Об этом и не только. Мы сегодня и поговорим. Здравствуйте! В эфире ОТВ программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии заместитель глава администрации Одинцовского округа Михаил Владимирович Каратаев. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, сколько пунктов приема новогодних деревьев оборудовано в Одинцовском округе и где они находятся? Самое главное, наверное, что хотят слышать сейчас зрители. Пункты у нас оборудованы во всех крупных населенных пунктах Одинцовского округа. Это Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка. Адреса этих пунктов можно посмотреть на сайте администрации, в социальных сетях. Соответственно, сейчас хотелось бы отметить, что данная акция проводится регулярно, не первый год уже. И она сделана для того, чтобы жители могли свои елочки принести на организованную площадку, которая позволит эти елки дальше утилизировать должным образом. А правильно я понимаю, что на мегабак елочку тоже можно привезти? Да, на мегабак тоже елочку можно сдать. Соответственно, никаких ограничений по этому вопросу нет. Тут главное, чтобы сама елка была без мишуры, игрушек. То есть, это была именно елочка в первозданном виде. Потому что все эти украшения, они не являются органическими, они требуют переработки отдельной. И, соответственно, просьба к жителям, чтобы, когда они приносят елку на пункты приема, не приносили ее в том убранстве, которое было дома, а разбирали его до того, как отнесут. Тогда елочки смогут быстро быть переработаны. И дальше, после переработки, щепа, которая образуется, она будет направлена на удобрение тех же лесов, которые мы будем высаживать по акции «Посаде лес» в 2022 году. А это главное правило, которое должны соблюдать жители, которые хотят сдать елку в специальный пункт? Или есть еще какие-то? Ну, в качестве шутки есть еще правило искусственной елки не сдавать. Для этого мегабак. Да, для этого есть мегабак, правильно. Пластик сдаем на мегабак. А так, в принципе, это основное правило, все остальное – это уже детали. То есть, там ни размер елки, ни ее возраст, ни порода, они никак не регламентированы. То есть, сосну мы тоже несем. Сосна, пихта, ель, декоративная елка, пожалуйста. Ну, единственное, если еще такие сейчас стало набирать популярность, елки в горшках. Но ни для кого не секрет, что елка достаточно устойчивое растение, но оно тоже гибнет. Поэтому, если у вас елочка в горшке погибла, просьба отделить все-таки елку от горшка и земли и сдавать отдельно. Разные фракции, так скажем. Разные, да. Это разные фракции. И, соответственно, требуют разной переработки. А как оснащены эти пункты приема новогодних деревьев? Ну, в первую очередь, конечно, это баннеры, которые яркие, которые позволяют увидеть издалека. И ограждение. То есть, ограждена территория для того, чтобы можно было спокойно положить елочку. И она никуда не укатилась, не была унесена ветром или была утащена кем-то в сторону. Для того, чтобы это все выглядело аккуратно, прибрано. Соответственно, никаких специалистов на данной площадке постоянно не присутствует. Они приезжают только на момент забора, либо прибрать территорию после вывоза елок. Ну, тут, в принципе, ничего сложного нет. Чтобы сдать елку, наверное, посторонняя помощь не нужна. Правило, главное одно, запомнить его не сложно. Новогодние праздники позади. Пришло время убрать на место елочные игрушки. Елку нужно тщательно очистить. Чтобы сдать на переработку, 15 января в Московской области стартовала акция «Подари вторую жизнь своей елке». Снять игрушки и мишуру мало. Елку нужно упаковать, чтобы с минимальными потерями иголок довести до пункта назначения. Веревка, пленка и помощник. Этого вполне достаточно, чтобы справиться с задачей. Совместными усилиями елочку упаковали на пункте приема. Нам, конечно, все это придется снять. Но теперь главное ее довести. Пунктов приема новогодних деревьев в Одинцовском округе – 11. Они работают круглосуточно. Можно отнести елку и на одну из площадок проекта «Мегабак». Их часы работы ежедневно, кроме понедельника, с 9 до 18. А вот на контейнерную площадку рядом с домом выбрасывать деревья нельзя. Узнать площадку для приема новогодних деревьев легко, по ярким баннерам. На помощь волонтеров рассчитывать не стоит. Да, она и не требуется. Тем более, что жители Одинцовского округа всегда активно участвуют в акции «Подари вторую жизнь своей елке». Прежде чем закинуть в «Мегабак», мы очищаем ее от мешка, от полиэтилена, потому что это на переработку не пойдет. Акция «Подари вторую жизнь своей елке» в Подмосковье завершится 15 февраля. Интерактивная карта с адресами пунктов приема доступна на сайте mosrek.ru. С этой площадки елки отправятся прямиком на переработку. Из одних сделают щепу. Она пригодится при производстве почвогрунта, который будет использоваться при посадке новых елок. Другие отправят на ферму. Там ими полакомятся животные. Про правила мы с вами поговорили. И вот давайте уточним тот момент. «Мегабак» можно, специальная площадка можно, а вот, скажем так, контейнерная площадка рядом с домом, туда уже мы елочку не несем. Нет, у нас по контейнерным площадкам действуют правила, согласно которых нельзя что-либо оставлять на контейнерной площадке. Нужно бросать это в баке. На контейнерных площадках это баки крупногабаритного мусора. Пожалуйста, в крупногабаритный мусор можно елочку положить. Но, повторюсь, лучше отнести ее на специализированную площадку. Потому что крупногабаритный мусор – это мусор, который дальше везется на сортировку, в общем порядке сортируется. И, соответственно, путь у елочки будет очень долгий. А с площадки она сразу попадет на комбинат для переработки щепу. А вот главная цель этой акции, вы немножко упомянули, это приучить людей ответственно относиться к тому, что мы выбрасываем. Или, может быть, вторсырье собрать для того, чтобы больше елочек выросло в следующем году. Ну, конечно, это в первую очередь популяризация идеи раздельного сбора мусора. Ну и, конечно, те удобрения, которые получаются, они позволяют вырастить больше елок, красивых и разных. А насколько эта акция у жителей нашего округа популярна? Ну, ведь, как Вы правильно сказали, она уже не первый год проходит в муниципалитете. Акция очень популярна, жители воспринимают ее положительно, пользуются этими площадками. Но говорить о том, что мы эти площадки чистим не один раз за период акции. То есть, они наполняются, при том, что сами площадки очень немаленьких размеров. То есть, жители несут елочки и очень популярно это в том числе делают с детьми. А дети, как мы с ним, это очень любят. Да, дети тоже, они принимают в этом участие. И самое главное, что ребенок понимает, что нужно ответственно относиться как к потреблению, так и к утилизации уже того, что осталось. Елочки пойдут на щепу. А где будет осуществляться переработка? И только ли на щепу, или, может быть, еще как-то будут использоваться? Ну, в этом году у нас принято решение, что только на щепу. Потому что до этого были истории, что елочки отправлялись на мебельный комбинат для изготовления щитов, из которых дальше изготавливается мебель. Была история, что елочки отправляли в зоопарк для того, чтобы животные могли полакомиться. Но вот в этом году принято решение именно направлять на щепу. И комбинатов этих не один. Поэтому в зависимости от логистической доступности будет принято решение, куда будут они направляться. А вот как часто елочки с этих площадок будут вывозиться? По мере накопления. Каждый день у нас контроль будет осуществляться силами МБУ. И, соответственно, как только будет накапливаться, будет вызываться специализированный транспорт и вывозиться. Давайте подытожим. В каждом теруправлении будет своя площадка для сбора елок. Елку туда нужно приносить без мишуры. Да. И до какого числа можно все это сделать? Ну, обычно она у нас от акции длится в течение месяца. То есть до 15 февраля. 15 января начинаем, 15 февраля, соответственно, заканчиваем. Спасибо большое, Михаил Владимирович, что пришли к нам сегодня в студию. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. До свидания.